Добрый вечер, с вами программа «Политика» и я, Наталья Марарь. Как всегда, по понедельникам с нами главный редактор Ньюсмейкер МД Владимир Соловьев. Добрый вечер, Володя. Еще до, но в особенности после субботнего марша унионистов, ряд экспертов заговорили о так называемом захвате протестного движения в Молдове. Так, сначала был протест против олигархов, против хищения в банковской системе, против коррумпированного правительства, а потом появился протест против всего этого из-за объединения с Румынией. А потом, как говорят эти эксперты, второй протест накрыл собой первый. Что происходит с протестным движением в Молдове, мы говорим сегодня с моими гостями в студии. Я приветствую Алексея Тулбур, политического аналитика. Добрый вечер, добро пожаловать. Валерия Сталепа, экс-замминистра иностранных дел. Добро пожаловать на политику. Сергея Макану, лидера движения «Нитимафия». Добро пожаловать. И Сталужан Туан, экс-замглавы комиссии по правам человека. Добро пожаловать впервые на политику. Надеюсь, не в последний раз. Посмотрим реподаж про субботнее движение. Многотысячная манифестация, которую организовала платформа Акционе-2012, прошла в минувшую субботу. На время шествия движение на некоторых столичных улицах было перекрыто. Порядок во время марша охраняли сотрудники правоохранительных органов. На следующий день несколько сот молодых людей перекрыли трассу Кишинёв-Леушины, а также международный пункт пропуска Леушины-Элбица. Митингующие требовали отменить запрет на въезд в страну лидера Акционе-2012 Георгия Симеона. В ходе переговоров им обещали расследовать этот случай, после чего активисты разошлись. Произошедшее не осталось без внимания общественности, а лидер ПСРМ заявил, что решительно настроен положить конец подобным действиям. Партия социалистов начинает сбор подписей, чтобы запретить унионистов в Молдове. Мы намерены собрать несколько тысяч подписей во всех населенных пунктах страны, потому что унионисты являются фактически политической сектой, а политическая секта, унионисты, должны исчезнуть из молдавской политики. Как заявил для ТВ7 лидер унионистской организации Тинерей Молдови Анатол Урсу, организация на своем очередном заседании намерена обсудить намерение ПСРМ. Он заверил, что будет иметь в виду заявление лидера социалистов и направит все усилия для организации массового протеста уже 5 июня. Господин Маккану, происходит или нет некое раздвоение протестового движения? Во-первых, надо сказать, что протест существует. Но это факт, я не думаю, что кто-то поспорит с этим судью. Это факт, есть протест. Сейчас, конечно, все борются за то, чтобы этот протест направить в нужное каждому русло. И я присутствовал на протесте 3 мая. Это был правильный протест, это были много людей, которые пришли по зову сердца и так далее. И просто я боюсь, что тот протест, который состоялся в субботу, который тоже легитимен, люди, которые там находились, это люди, которые живут этим идеалом, но ими могут воспользоваться, как пользовались всегда. И я уверен, что там за этим стоят интересы. И то, что сегодня вышел Дадон с другой стороны, это опять и опять. То есть это все может пойти в другое русло. К сожалению, мы должны констатировать, что мы уже 20 с лишним лет не можем организовать в Кишиневе социальный протест. И на этом обогащаются, на этом воруют вся эта мафия. И я боюсь, что на этот раз может произойти то же самое. То есть я перед этим, две недели перед этим, все обращался к людям, давайте объединимся все, давайте все объединимся против этой мафии, а потом будем разбираться. То есть я не хочу, чтобы люди смотрели как на изгоев, скажем, на тех, которые в субботу вышли, или те, которые выйдут за Россию, или за таможенный союз. Сегодня общество молдавское должно объединиться против мафии. А геополитические проблемы, они должны оставаться на второй план. И то, что мы сегодня видим, то есть это просто, я боюсь, что это может привести к другому противостоянию, чем то, которое нужно сегодня Молдове. И я уверен, я не хочу впасть в какие-то сценарии, я знаю, там очень темные сценарии, но я уверен, что за этим всем стоит Плохотнюк. А почему вам так кажется? А я видел людей Плохотнюка там. Я знаю, что до этого были эти, которые ему, вокруг него находятся люди, пиарщики и так далее, ему советовали вот это сделать. И слава богу, они отказались от насильственного противостояния. Потому что мне говорили, ко мне поступала информация, что он с другой стороны готовит Пулянцева со своими ребятами выйти против этих. Но кто-то ему в последний раз подсказал, наверное, правильно ему подсказали, что если будет такое противостояние, насильственное противостояние, то это все может пойти против гостиницы Кодру, против гостиницы Нобел и так далее. Я знаю, да, и сегодня люди говорят, что они в палатках не будут сидеть, им лучше подождать, пока уйдет эта власть в гостинице, где-то в шикарной гостинице и так далее. Вот он побоялся вот этого противостояния и пошел по этому пути. Но это тоже путь в некуда. Я еще раз хочу акцентировать, то есть мы должны смириться с тем, что у нас есть люди и такие, и такие, и такие. И все эти люди сегодня должны объединиться против свержения этой мафиозной власти. И я думаю, что есть много людей в Молдове, политиков в Молдове разумных, которые поймут в конце концов, что не надо ставить людей на баррикады. И то, что было 3 мая, и гражданская платформа, которая собрала людей, я это приветствовал, я вышел, мы приглашали людей, я участвовал туда, я приглашал своих сторонников на этот митинг, я призывал людей не сталкиваться по другим принципам, не отклоняться от этого, то не поддаваться каким-то провокациям и так далее. И мне очень жаль, что это может пойти по другому пути. То есть я не говорю о том, что в субботу было то, что было, но чтобы это дальше не пошло. Господин Асталяб, происходит некий захват протестного движения или все это естественно, потому что мы все разные, люди поддерживают различные точки, имеют различные точки зрения. Одни за сближение с Россией, другие за объединение с Румынией. И в принципе нормально, что на фоне вообще протестных настроений разные люди протестуют. Лично я не совсем понимаю, что хотят эти люди. Эти это кто? Пациент, на что вы жалуетесь? Румыны не могут четко объяснить, что они хотят этим своим протестом сделать. Их деятельность и требования никак не вписываются в законодательное поле нашей страны. Минимум три уголовных статьи. Они постоянно все подпадают. Я удивлен, конечно, что наши государственные Ну подождите, мечта, даже если подпадает под уголовный кодекс, не перестает быть мечтой. Люди могут... Мы говорим не о мечте, мы говорим о действиях. И в частности о заявлениях. Потому что я не знаю более воинствующей риторики в соцсетях, кто призывает разобраться с русскими, агентами ФСБ, ГРУ, русскоговорящими, кто... Ну, по-моему, этого не было. Мне кажется, вы просто утрируете. Я могу сейчас, когда вы будете говорить... Извините, да, конечно. ...в соцсетях. Нет, я имею в виду. Вот сейчас, пока вы будете говорить в следующий раз, я вам прямо сейчас на месте открою любую соцсеть, где они обсуждают. И то, что я сказал, подтвердить. Господин Сареп, но здесь нужно отметить, что то же самое делают и люди слева. То есть это происходит на обоих полюсах. Одни обвиняют... Я говорю не об обвинениях. Я говорю конкретно о том, что в нашей стране есть люди, объединенные определенной идеей, которые считают, что есть недочеловеки. И это все, кто не вписывает себя в унионистов. Мне это не нравится. Это находится в публичном пространстве, это в соцсетях. Повторюсь, я могу это доказать прямо сейчас, если кто не наблюдает. Второе. Я реально не могу понять, что они хотят. Здесь государство, здесь конституция. Они являются гражданами этого государства. Они в открытую говорят, что это государство должно исчезнуть. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, это абсурдно. И я думаю, им не понравится, если сегодня венгры в Румынии начнут говорить об унине с венграми. Хотя это будет то же самое, что они пытаются здесь делать. Хотя их намного меньше. В-третьих, их деятельность сама по себе, каждый раз она очень мутная. Совершенно непонятно, с какой очередностью они, с какой мотивацией они вдруг появляются. Четыре года подряд, что-то я их не слышал, чтобы они протестовали против того, что творится в стране, им ничего не надо было. Но активный дом Миндой Спразич появился еще до 2019 года. Но не было социальной повестки. Да, они не были так активны. Сейчас мне деятельность их не кажется мутной. Мне она, наоборот, кажется очень четкой. Я говорю, всегда они появляются в какое-то странное, мутное время с непонятной деятельностью. Этот индивид, которого сейчас пригласили на выход на пять лет, во второй раз, его где взяли? Возле лицея Георгия Осаки. Чем он занимался в лицеи Георгия Осаки? С несовершеннолетними людьми он проводил там разные акции. Не понял. Я могу сегодня сгонять Бухария, зайти в любой лице и говорить, что Румыния не должна существовать? Что со мной там случилось? Хорошо. А можете мне тогда объяснить одну вещь? Я просто для себя хочу, например, понять. Вот есть 142-я статья Конституции Республики Молдова. Называется «Пределы пересмотра». Пункт 1. Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в Казахстане. В принципе, люди говорят о необходимости проведения референдума рано или поздно. А не является ли как раз вот эта статья теми самыми законодательными рамками, в которых и действуют эти люди? Только что я вам сказал о формах, как этого добиваться. Одно дело, если происходит какая-то публичная дискуссия. На любую тему в этой статье вообще проблем нет. Другое дело, то, что я сказал, вот их методы, они очень и очень вызывают сомнения, чем они занимаются. Причем здесь дети в лице, кто их туда пускает, откуда они берут деньги. Вот эти товарищи, которые мы сейчас видели, с этим сайтом, с этими футболками, которые они продают. Кто-то верит, что эти ребята после 11 лет изготавливают футболки, майки. То есть мы продают их, раздают бесплатно. Зайдите на их сайт прямо сейчас и посмотрите, поскольку они продаются. Вот прямо сейчас. Поскольку? Можно посмотреть, я им еще рекламу не делаю. Я прямо сейчас проверю, но я знала, что это бесплатно. Может быть, они своим спонсорам говорят, что бесплатно, а на сайте это за деньги. Но никто же не может поверить, что эти дети сами по себе. Чисто украинский вариант, они же дети. Давайте не будем воспринимать серьезно. Смотрите, как они организованы. Смотрите, какая тактика. Это наши партии не могут такое организовать. Поэтому на ваш вопрос я отвечаю, что мне непонятно, чего они добиваются. Мне ясно, что они не сами по себе. И ясно, что это очень хорошо организовано. И мне больше всего беспокоит, что они каждый раз появляются по заказу, когда нужно дестабилизировать ситуацию в стране. Почему заказу? Вот это очень главный вопрос. Если бы я знал, я вам сказал. Меня волнует один вопрос. Случайно ли, что все это появилось после того, как 3-го числа на центральную площадь Кишинева вышло очень много людей? Никто этого не ожидал. В том числе организаторы протеста 3-го мая. Ну, рассчитывали, может быть, 20 тысяч. Вот я начал говорить, и вот риторика господина Асталепа, в принципе, она в то же русло вписывается, противостояние. Я пытался как-то это складить, но даже здесь, в студии, я вот такую риторику не приемлю, потому что, понимаете, вы живете какими-то фобиями, что где-то что-то против. У нас нет другой проблемы, господин Асталеп. Вы моложе меня, мне очень жаль. Я просто поставил вопрос о том, что мы люди разные. Вот я считаю себя румыном, да. Я вам неприятен этим или как? Вы считаете себя молдаванином. Но вы честный человек. Вы честный человек, я знаю. Вы честный человек, я знаю вас по МИДу и так далее, и так далее. Могут эти честные люди объединиться против этого, против этого, этих бандитов, которые крадут у всех. И у румын, и у молдаван, и у русских, и у всех. Зачем вот так? Вы чуть не стали говорить сейчас о педофилии, что он там встретился с детьми и так далее, и так далее. Дети в лицеях сегодня имеют 18 лет. Причем тут это? Причем тут законодательство? Когда есть люди, вот есть столько людей, которые живут этой мечтой. Вас чем вот так сильно это так даже встряхивает? У нас есть мафия, у нас есть воры, есть преступник-плохотнюк, который прибрал эту страну к рукам уже столько лет. И меня, вот вы говорите, где они были? Я себя не спрашиваю, хотя я уже 5 лет говорю о том же. И меня радует, что люди выходят сегодня без меня и кричат «Джос мафия». Так какая проблема? Я не вижу конфликта между теми, кто требует или выступает за Унирию и нынешней властью. Потому что именно за эти последние 6 лет все стали говорить о Молдове как о захваченном государстве, как о несостоявном государстве. И из-за этого делается вывод. А давайте-ка пойдем в Румынию, потому что... Это единственное возможное решение. А у вас помогает? Понимаете, что всегда, я уже 25 лет это наблюдаю, всегда, когда власть была беспомощной или воровской, всегда не только те, которые считают себя румынами, а те, которые считают себя русскими и так далее, все искали где-то вне Республики Молдова. Мы говорим же о другом. Мы говорим, что нам надо вернуть государство. Всем нам, живущим в Республике Молдова. Потому что это рычаг решения наших социальных проблем. Вы сказали, что вы считаете себя румыным. А вы считаете, что Молдова должна быть частью Румынии? Или Молдова должна быть независимой государством? Я считаю, что Республика Молдова должна строить свое государство. Я об этом говорю. Строить свое государство. И это государство, Республика Молдова, оно должно действовать так же, как все страны. Граждане Румынии уже сделали свое... То есть они заплатили многим для того, чтобы стать гражданами Евросоюза и так далее. Я всегда говорю о том, что жители Республики Молдова не должны надеяться на кого-то. На Румынию, на другую страну и так далее. Они сами должны бороться против коррупции. И когда говорят... Нет, не про это. Решим все через... Да, так это вот как раз это неправильно. Избавимся от олигархов через объединение с Румынией. Потому что объединившись в Румынии, олигархов посадят. Они будут сидеть в румынских тюрьмах. Мы можем избавиться от олигархов только своими силами. Так это ваш лозунг, а мы говорим про их лозунг. Хорошо. Вот что понятно на сегодняшний день. Было два больших протеста. Сначала небольшой, около 5000 5 апреля. Организованной платформой Динитати Шагилер. Потом через месяц, 3 мая, протест, которого никто не ожидал. 3 мая там были в том числе и представители Тинери Молдовии и Акциуни Доумий Дойспризич. Но они были активны, но их не... Они возглавили колонну уже после митинга, после того, как начался марш. Это вызвало, я помню, в публичном пространстве много споров о том, правильно или нет, чтобы лозунги за объединение с Румынией перекрывали общий лозунг всего митинга. Дало олигархов и так далее. Что происходит сейчас? Прежде чем был организован марш в субботу, на некоторых каналах, как минимум я видела на одном канале, распространялся ролик об этом марше, где было сказано, что следующий протест, урматуарь, манифестация, состоится такого-то числа на Центральной площади. Простите, перебью. 3 мая был анонсирован митинг 16-го. На митинге 3 мая был растянут баннер. Да. В результате платформы, мы пытались сегодня их пригласить, не получилось, никто не пришел. В результате платформы Деменитати Шадивер отказались от протестной акции 16-го числа, потому что знали, что позже уже объявили и унионисты. Появляется рекламный ролик, в котором сказано, следующий протест состоится 16-го числа на Центральной площади. И в начале в этом ролике вообще не говорится, кто организует. Я помню, как мне звонили представители некоторых дипмиссий, спрашивали, позвони пацану, узнай, мы не можем дозвониться, это они, это не они, кто вообще это протестует. Был конфуз большой в публичном пространстве, никто не понимал, что это. Я вас спрашиваю, это случайно или это не случайно? Конечно, конечно, нет. Я думаю, что то, что сейчас происходит, то, что сейчас мы наблюдаем, это то, что не происходит захват протестного настроения или движения, а просто очень грамотно, технологично перенаправляет этот захват, этот протест. Потому что то, что мы видим, мы можем рассуждать очень много о теории, управление протестным движением и так далее, но здесь чисто технологии. То есть протестное настроение в каждом человеке есть с детства, потом с возрастом они идеологизируются, и именно тот, кто перенаправляет процесс, тот и как бы управляет миром, так сказано, это говорится. И сейчас, когда 3 мая вышли люди, которые совершенно, никто не ожидал такого количества людей, то есть эти люди не были проплачены, как у нас обычно это было. Без админресурса. Без админресурса, без ничего. Эти люди вышли на площадь. Там были люди разных настроений. Там выходили протестовать и русскоязычные, и те, которые считают себя румынами, и те, которые считают себя молдаванами. Потому что вот то, что говорил господин Макан, то, что за все эти 20 лет невозможно было организовать именно социальный протест, мне кажется, что я мотивация этого протеста, это именно социальная повестка. Потому что наши власти, к сожалению, доказали, что ничего в этом государстве изменять они не хотят, ничего в этом государстве происходить не будет. И показали полностью, что они не способны изменить жизнь каждого гражданина, так как обещали все в предвыборной кампании. Поэтому протестное движение захватило площадь, то есть оно уверенно вышло на площадь. Теперь нужно этот протест куда-то перенаправить. То же самое любой протест... Вопрос, госпожа Жантуан. Куда-то перенаправить, вы говорите о тех, кто находится сегодня у власти, потому что этот протест направлен против них, я правильно понимаю? Перенаправляют они, по всей видимости? Вообще-то, скажем, в технологии управления протестом, именно любой антиправительственный протест, он перенаправляется, конечно, с участием власти. Здесь мы еще утверждаем ничего. Поскольку власть должна себя обезопасить. Себя как-то обезопасить. Но с другой стороны, я хочу сказать, что этим положением может воспользоваться любой. Если, допустим, господин Асталеб говорит о том, что эти ребята из Актюня до Медоис-Призечи, у них была совершенно другая риторика, то теперь они воспользовались, потому что на площадь не выходили люди, и очень мало можно было вытащить людей с лозунгом «Унири». Но социальной повесткой можно. Их дало олигархов. Их дало олигархов, все. То есть использовать эти настроения в массах. Их сейчас это тоже произошло. И они просто могли перенаправить эти протесты в свое русло, в свои планы, которые они не могли реализовать в 2012 году. Потому что такое было. Другое я хочу сказать, что когда господин Асталеб говорит о том, что он не понимает, что эти ребята хотят, которые организовали эту акцию 16 числа, у меня другой вопрос. Я не могу понять, а что же тогда хотят власти Республики Молдова? Что хотят власти Республики Молдова? Потому что в центре Кишинева, европейской столицы, происходит акция, где открыто призывают к уничтожению государства, то есть через объединение с другим. Где службы СИС, где механизмы, которые... Но как раз таки службы СИС арестовали Георгия Симеона. Многие считают, что его арест и привел к тому, что так много людей вышло, потому что это вызвало еще больше протестов. Понимаете, есть различные механизмы взаимодействия на политическом уровне. Можете себе представить, любое другое государство, в котором в центре их столицы происходят открытые призывы к уничтожению этого же государства, руководство страны в виде нашего президента, председателя парламента, премьер-министра страны, не могут просто поднять трубку и позвонить кому-либо своих коллег из Румынии и сказать, а что же происходит. Ваш гражданин стоит на таможне Албица, которого выселили вообще-то на 5 лет. Он все-таки возвращается, хочет вернуться в страну, продолжить вот эти митинги. И руководство страны ничего не делает? А что тогда произошло с этими ребятами Аминбергом и Григорчуком, которые неизвестно нам прокуратуру до сих пор не дало никаких данных о них? Почему их арестовали? Почему их держат? Что же такое они хотели сделать на эти 150 евро, которые у них нашли или 300, я там не помню? Какое свержение власти они хотели организовать? А здесь идут открытые призывы. Почему на это не реагирует наше руководство страны? Что тогда хочет руководство страны? Хороший вопрос. Мы вернемся с ним после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Продолжаем говорить о протестах. Господин Толбора, ваше мнение, что происходит с протестным движением? Раздвоение, захват или все это пустое? Мы не можем проводить какой-то анализ без контекста. Без анализа контекста. Ведь этот митинг 16-го, он имел место не просто 203-ю годовщину со дня подписания Бухарестского мира 16-го мая как раз, да, 812-го, но он имел место через две недели после митинга 3-го мая. Вот это фундаментальный вопрос. Почему? Потому что, и тут я поддерживаю тести моих коллег, митинг 3-го мая это первая и удачная попытка созвать митинг, который можно назвать гражданским движением. Митинг, который протестный, протестное действие, которое пыталось объединить под свои знамена вне зависимости от идеологических предпочтений, геополитических, этнического происхождения всех людей. И это в какой-то степени не удалось. Были эти элементы, элементы политическая символика и лозунги были на митинге 3-го мая, они как раз унионистские были. И это людей отвратило, часть людей, в частности, национальное меньшинство, статалистов. И тот факт, что унионисты провели все-таки массовый митинг 16-го мая, это удар по этому гражданскому движению. Это мое глубокое убеждение. Потому что существовал и существует некий консенсус, ненаписанный, нигде не подписался никто, но тем не менее люди, которые хотят добра в этой стране, людям, проживающим здесь, они должны понимать, что сегодня нам необходимо отказаться от наших мечт, снов, политических предпочтений или геополитических объединиться на минимальной, на самой минимальной основе, которая заключается в том, что эта власть должна уйти, что мы должны строить новую Молдову, мы должны изменить систему, как говорят многие в стране, мы должны избавить Молдову от коррупции, даже если в какой-то момент эта страна решит перестать существовать, этот выбор должен быть осознанным, этот выбор должен происходить в рамках демократических процедур, а не в режиме непрекращающейся катастрофы, так как это произошло в 1918 году, потому что решение Сватул Церри было принято в то время, как две трети Румынии было оккупировано немецкими войсками, сама Молдова была оккупирована или Бессарабия, как она тогда называлась, была оккупирована румынскими войсками, здание, где происходило это голосование, тоже было окружено военными, а? Вежливыми людьми. Вежливыми людьми, да. Вот, поэтому поэтому вы обратили, как изменилась тактика и лексика и фразеология, может быть, впервые унионистское движение стало говорить о социальной повестке, они не говорят о единстве языка, истории и культуры, не говорят о единой крови, об этом они говорили все 20 лет, более того, у нас очень большое... Они стали говорить о пенсиях, они стали говорить о зарплатах, они стали говорить о том, что коррупционеры усилие было предпринято в тюрьмах, и до сих пор это усилие институционализировано в школе, у нас история румын, у нас румынская литература, правильно, это неправильно, другой вопрос, но мы видим из переписи в переписи, что эти усилия не дают ожидаемых результатов, и вдруг на фоне поголовной коррупции, грабежа, открытого нарушения конституции, законодательства, растаптывания демократии, профанирования идеи европейской интеграции, появляется гражданское движение, и оно сразу же каким-то образом приватизируется, если хотите, мощным политическим течением, унионизмом, которые подхватывают эти ложенки социальные, говорят, ребята, мы должны избавиться от блоков путем отсечения головы, вот это вот, эту страну спасти невозможно, вылечить невозможно, поэтому мы должны победить социальные пороки путем отказа от собственной государственности. Вот тут меня смущает, нет, я не сторонник репрессий против этих людей, сядет, обдействует в рамках закона, я понимаю, что, говорит, господин Астареп, тут должны юристы, может быть, думать, что и как, столько времени, сколько они действуют мирными политическими методами, столько времени, сколько они не покушаются на права других людей, на здоровье, безопасность и так далее, эти люди имеют право продвигать свои идеи. Другое дело, что имеют ли они сейчас моральное право вот так вот выступать, тогда, когда намечается очень серьезный социальный протест по всей стране, протест, который может, в конце концов, изменить ситуацию к лучшему в этой стране. Вот тут у унионистов и у власти совпадает интерес. Вот, господи, здесь вопрос как раз. Чем хуже, тем лучше, понимаете? Здесь вопрос-то как раз. И причем этот вопрос у меня поднялся после того, как я сегодня поговорила с некоторыми представителями платформы Деминитати Шадивер. Надеюсь, что они все-таки придут и мы сможем и с ними поговорить об этом, о тех процессах, которые происходят, но и с участием представителей Аксиуня Доми, то есть представителей Молдови. У меня возник следующий вопрос. Не получается ли так, что часть тех людей, которые потенциально могли бы выйти на следующий марш организованной платформой русскоязычных, румыноязычных, молдаван, румын, украинцев, гагаузов, ну не важно, просто не важно, кто эти люди. Но те люди, которые понимают, все достало, государство захвачено, коррумпированная система не может больше так существовать, надо ее ломать, надо что-то с этим делать. Они посмотрели с начала 3 мая, как в результате возглавили марш унионистов. Потом они посмотрели на марш унионистов 16-го числа, который, кстати, показывался определенными телеканалами из определенного холдинга, хотя манифестация 3 мая не показывалась этими каналами. У меня здесь тоже вопрос. Я не понимаю, почему каналы с национальным покрытием решили, что протест 3 мая не был достоин их внимания, а вот марш унионистов был достоин. Не получится ли так, что в следующий раз придет намного меньше людей? Из-за того, что люди подумают, ну слушайте, раз это все связано с унирой, зачем нам туда идти? Володя? Ну, я, во-первых, не знаю следующей даты митинга, кстати, платформы, да, я так и не понял, когда эти люди собираются, они там давали, отпускали две недели власти на какое-то выполнение, на реакцию на их требования, но вот Габурич проводил на прошлой неделе встречу по поводу борьбы с коррупцией, насколько я понимаю, там никого из представителей платформы, да, в итоге не оказалось и даже не позвали. То есть, вроде как власть, мы видим, что власть как будто бы испугалась, да, митинга 3 мая, срочно опубликовали доклад Кролл, срочно Шора арестовали, но взаимодействовать с ней напрямую с этой платформой так, чтобы ее было видно и этого не происходит и тому подтверждение то, о чем ты говоришь, потому что митинг 3 мая, телеканал Публика ТВ, ты не назвал, я назову, проигнорировал. канал Дой, канал Три, 50 или там 40, уже 30 тысяч в центре Кишинева, для этого телеканала не новость, окей. В субботний митинг показывался. Ну, странное совпадение, странная информационная повестка. То есть, вполне возможно, вот Алексей об этом говорил, что нужно придать протестному движению такую форму, при которой большая часть общества откажется от протеста. Они не захочут к нему подключаться, ну, по разным своим причинам, в результате фобии, в результате просто неприятия этих лозунгов и так далее. Поэтому, вполне возможно, что, да, вот протестное движение пытаются расколоть, нормальная, наверное, тактика, для власти. Странным образом совпадает интересы унионистов и власти. На этом я закончил. И сейчас власти объективно выгодно унионистское движение до определенного момента поддерживать для того, чтобы действительно придать ему четкую геополитическую ориентацию, что отсечет большое количество протестующих. В этой ситуации я считаю, что платформа должна очень четко людям объяснить, дистанцироваться, во-первых, от унионистов, даже если часть из них унионисты в душе, но мы договорились о том, что мы оставляем наши симпатии по политическим стороне, мы объединяемся под лозунгами борьбы с коррупцией и с олигархическим режимом. И как можно активнее публично выступать, объяснять людям, что происходит и когда действительно будет следующий митинг, какие будут лозунги, кто туда приглашается, и было бы неплохо, если бы уже было опубликовано обращение к национальным меньшинствам, о котором они говорили, и может быть встреча с представителями национальных меньшинств и так далее. То есть я считаю, что гражданскому движению, гражданственности, вот этим элементом новой политической культуры в Молдове был нанесен удар 16 мая. не смертельный, надо от этого удара приходить в себя и продолжить ту работу, которую начал этот милокон. Я не знаю, кому надо приходить в себя, я бы не стал сгущать краски. Есть протест, он существует в обществе, и Плохотнюк не сможет его. Я понимаю, что для него вот сейчас вот эта страшилка, он думает, что может его спасти. Но я в качестве, если даже немножко утрирую, в качестве, ну может быть не шутки, а вот так, мы 25 лет искали национальную идею. Вот нам Плохотнюк в принципе подарил национальную идею. Это он. То есть свержение этого человека с власти и посадить его в тюрьму, это может стать национальной идеей в Республике Молдова. Потому что этого все хотят. Потому что все понимают, что у них украли все в принципе. Украли государство. Когда мы знаем, у кого пульт от Публика ТВ, таких совпадений не бывает, что этот митинг транслируют, а этот нет. 100%. То есть там я даже вам больше скажу. Сегодня вокруг Плохотнюка есть люди, которые ему говорят, ты будешь Александру Ивану Кузо, ты только можешь все это объединение сделать и так далее. То есть люди просто не в то русло пошли. Я поэтому и говорю. То есть я еще раз обращаюсь даже к тем, которые мы находимся здесь в этой студии. Я говорил об этом. Я готов пропридержать свои антипутинские настроения. я готов пропридержать в себе сжать зубы и пропридержать свои антитаможенные настроения и так далее. Потому что я человек другого толка. Я готов объединиться со всеми гражданами республики Молдова против этой преступной власти. Я уверен, я говорил с людьми, с которыми я всегда ладил. и мы должны понять, я поэтому стараюсь даже здесь немножко потому что когда люди говорят, те, которые не приемлят унионизм, они говорят про унионистов как о людей кто это люди? Это люди отсюда, с Молдовы. Они живут здесь. Это наши граждане. Это мы. Это мы так же, как и другие, у которых есть другие настроения. Это все мы. Это граждане республики Молдова. И то, что эти люди живут этим идеалом, я не хочу сейчас впадаться в историю. Я не стану сейчас рассказывать о том, что миллион граждан ушли в Румынию и у них есть свои потомки. Там есть сильная тенденция. И здесь есть люди, которые очень искренно живут этим. Но когда, есть, конечно, вы правы, знаете, когда? Когда мне люди говорят, а нам не нужна уже никакая власть, потому что любой, который придет в власти и будет воровать, это уже технология. Это технология тех пиарщиков, которые сидят рядом с плохотином. Но я хочу все-таки вернуться к вопросу, который подняла госпожа Жентуан до рекламной паузы. А чего же хочет власть, которая никак не реагирует на все эти проявления? Она чего хочет по-вашему? Вы знаете, наверное, все знают, что хочет эта власть. даже озвучивать. Не Камильфо об этом говорить. уже Маветон об этом говорить. Просто то, что мы сейчас не имеем презумпции невиновности, если использовать его, мы не можем сейчас открыто сказать, что власть поддерживает эти протесты унионистские. Господин Толбори высказал такую идею, что их интересы власти унионистов сейчас совпадают. И знаете, вот есть несколько таких моментов, которые вызывают очень много вопросов. То, о чем я говорила, что, конечно, тоже человек, не жаждущий чьей-то крови, не говорю, что надо сажать кого-то, сейчас арестовывать и так далее. Но все-таки это происходит в обществе, общество это видит. И то, что общество глубоко расколото именно по геополитическому принципу, и то, что наши политики это всегда старались это сделать, и им сейчас это удалось. И то, что, допустим, если выходят унионисты, значит, не выйдут русскоязычные или аллолинговые. То есть, это очень-очень технологично все сделано. Но проблема в другом. Вот то, что я говорила. Даже если провести эту параллель, вы понимаете, что происходило тогда, когда... Я просто смотрела как человек, который когда-то была в руководстве комиссии по правам человека. Значит, когда ребята Амемберг и Григорчук, Григорчук, правильно Григорчук? Когда они были арестованы, опять же говорю, без никаких предъявлений каких-то доказательств их какой-то вины или причастности к чему-то. Значит, их, они... Ихи у прокуроров нет. Ихи у прокуроров, вот они были закрыты. То есть, нам говорили тогда, что они способствовали некому какой-то организации свержения власти и так далее. То есть, все службы у нас работали, сработали, и вот, значит, они являются какой-то общественной опасностью представляют. Сейчас вот я просто говорю как человек, который когда-то все-таки, вот у нас тут несколько человек, которые были депутатами правильными, все-таки мы представляли это народ, мы как-то описали какие-то политические партии. Это государство в конце концов. Что делать любое... Вот я задаю себе вопрос, если бы я была бы руководителем этой страны. В моей стране, еще раз повторяю, на площади идут призывы о свержении этого... То есть, о... Не мечери. Уничтожение этого государства. Понятно, что СИС, вот как говорит господин Асталия, где-то его словил, там арестовал, выслал из страны. я не говорил. Нет, ну, вы сказали, что узле какой-то школы. Это МВД его там взял. да, МВД где-то его взял. Значит, выслали его с этой страны. Но тогда почему мы сейчас за этот день, вот я сколько наблюдала, я не видела, что кто-то был хотя бы амендат, на том, что вот произошло у нас волбиться. Все-таки это статья... Административные штрафы наложили они. Наложили все-таки, да, я тогда прошу прощения власти. Но, во всяком случае, никто не поднял этот вопрос. Это уже вызывает знаки вопроса. Что наша власть, которая в принципе ничего в этом плане не делала и продолжает ничего не делать, и я понимаю прекрасно, и все это прекрасно понимают, и то, что произошло, где-то можно говорить даже в контексте Украины. Тогда, когда власть не знает, что делать, тогда, когда власть уже перешла вот этот Рубикон, и кроме того, чтобы просто разворовывать эту страну, то тогда любые скандалы, любые протесты, которые можно перевернуть в одну сторону, в другую сторону, это только ей на руку. А можно немножко в другую сторону вывернуть наш разговор? Не то, что хочет власть или что она может, а что может получиться из вот этого движения, которое мы наблюдали 16 мая в центре Кишинева. То есть, что увидел я? Унионисты, которые до сих пор собирали не слишком многочисленные митинги, проводили громкие, но малочисленные акции, они внезапно для меня предстали другими. Мы уже говорили о том, что они взяли на положение социально-экономическую повестку, поставили ее на первый план. То есть, да, там есть все эти исторические и так далее дела, но они не на главной роли, они на второстепенных ролях. Они были очень хорошо организованы, они были довольно внятными, они представили план, четкий план, который они называли пакт за объединение, пакт за Европу, предложили политикам к нему присоединиться и заявили о том, что они будут участвовать посредством этого пакта в выборах 14 июня, в местных выборах. То есть, они сформулировали повестку. Я впервые слышал такую внятную повестку. Так вот, у меня вопрос к гостям. С вашей точки зрения, что рождается? Это новая сила какая-то появляется? Не важно с участием власти или без ее участия. Часто силы, которые создают власть, потом из-под ее же контроля выходят. Так вот, что это может? Что случилось в субботу в том смысле какие-то может иметь последствия? Господин Астереп. Отвечу господину Малкану на его вопрос. Как румыны, болгары, евреи, вообще не важно какой национализм у нас в стране, я отношусь с абсолютно уважением, интересом и много что вы слушали. Но права любого человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Я не слышу, что кто-либо еще говорил открытым текстом «Молдаван не существует, вы не имеете права на существование, повестка нашего государства является уничтожением вашего». Я вам сейчас процитировал примерную повестку президента Байсевского, который говорил открыто, что главный принцип внешней политики Румынии это объединение с Молдавией. Я не знаю другого примера, когда можно собираться в центре Кишинева, в центре страны, скажем, говорить на телевидении о том, что главной целью нашей деятельности является ваше уничтожение, ваше государство мы собираемся ликвидировать. Именно об этом они говорят. Сейчас они делают это технично, как все, кто в этой студии соглашается. Но я не настолько глуп, чтобы думать, что те, кто там на площади, являются авторами и плана, и манифеста, и так далее. Я прекрасно понимаю, что это грамотно организовано. Почерк вообще любопытный. Этот почерк я видел пять лет назад. И самое плохое, что мы до сих пор не разобрались ни что было в 92-м, ни что было в 2009-м году. Я про 7 апреля, естественно. Поэтому этих людей из того, что мы сегодня с вами обсуждаем, можно направить совершенно в любое русло. Потому что пригласить одного из самых больших интеллектуалов этого движения сюда в студии спросить. Я извиняюсь, ты знаешь, что в Молдавии есть такая проблема, как в Приднестровье? Ты знаешь, что есть в Гагаузе? Какие они румыны? Ты знаешь, что есть масса людей, которые голосуют совершенно за другой внешний вектор. Ты когда провоцируешь своими действиями и своей риторикой, вот это в центре Кишинева, ты на что надеешься? Да ни на что ты не надеешься. Твой план, или ты такой осол, что не понимаешь, что тебя используют, либо твой план сделать здесь гражданскую войну. Потому что ни к чему к другому такое противостояние между русскими, молдаванами и румынами, которые говорят, что мы захотим уничтожить, привести не может. Мы же все здесь понимаем, что рано или поздно столкнется движение тех, кто говорит, но и птенец, и бестручим, но и время румыни. Я почему вам сегодня сказал, господин Макану, я внимательно наблюдаю, у меня профессия такая, лет 20, я занимаюсь проблемами безопасности. Я наблюдаю за соцсетями не просто так, я вижу, как меняется риторика. Если вы сейчас откроете газету Тимпу, там есть статейка, они нам печатали вчера про мой комментарий. Посмотрите на 7 комментариев, которые касаются меня. Просто там комментируют какие-то люди. Там разговоры не по теме, и это происходит везде. Но вы же понимаете, что это одна и та же технология, которая используется везде. Вполне может быть, что эти люди, которые сидят на зарплате, они оплачиваются определенными партиями. Автоматически, я как человек, который говорю в интересах своей страны, потому что я ничего другого не сказал. Я сказал, что мы имеем право на существование. Вот что же там написано. Значит, агент Путина, КГБ, уничтожить и так далее. Очень кстати, вспомнили о Путине и КГБ. А почему, не может ли вот это униянистское движение, которое, мягко говоря, настораживает русскоязычных, и вот мы видели по реакции Додона бодрит левых, да? Будь использована Кремлема, чтобы сплотить вот эту часть и мобилизовать ее на потенциальных. Использовано самыми разными силами, но приведет в итоге только к одному кровавому столкновению. И вопрос к тем, кто это делает. Они что, этого не понимают? Профессия у вас хорошая, а настрой не очень хороший. Господин Устралиев, я эту риторику слышу уже 20 лет. Она не намного отличается от той риторики, которую некоторые люди использовали на площади. Я же предлагаю другое. Вот вы публичный человек. Я сказал свое уважение к вам, как к честному человеку. Мы можем эту риторику оставить немножко на потом? Потому что, может быть, вы не поверите сейчас мне, но в Румынии нет таких настроений. Румыния. Румыния это европейское современное государство, которое сегодня 24 часа в сутки занимается обустройством этого государства по европейскому принципу. Нет таких там настроений. Здесь есть люди, которые в силу тех событий, которые живут этим. И я говорю, есть также люди, которые сегодня смотрят российские каналы и живут в России, в Молдове. Но сегодня это государство, я уже не знаю сколько, я уже несколько лет о том же говорю. Это государство сегодня находится в руках нескольких людей, которые ничего не имеют к политике, ничего не имеют к идеалам, ничего не предлагают, воруют, своровали миллиард. Я поэтому и говорю, и вот господин Турбуре очень правильно здесь говорил, мы можем объединиться все вместе. Ни к чему не приведет вот это будем искать, а вот по закону кого-то наказать за то, что он сказал или что-то заявил и так далее, это ни к чему не приведет. То есть я призываю сегодня людей прийти, скажем, на эту платформу, гражданскую платформу. Я даже не стал, я даже не стал вызывать людей как лидер, политический лидер, я даже не стал говорить сегодня, вот есть протест, мы антимафия, давайте все. Я даже в этом немножко перестал этим, чтобы дать людям нормально выйти напротив, потому что я понимаю, эти люди 30 ноября проголосовали за них, проголосовали за них, не за антимафию, а за них проголосовали. И поэтому я говорю, пусть эти люди выйдут и объединятся все вместе против них. Вот я поэтому и обращаюсь ко всем. Ну вот вопрос к тому, пытаются ли их все объединить, либо некоторые пытаются их разъединить. Вот вопрос от телезрителя. И очень важный вопрос, потому что действительно многие именно так и считают. Наталья, спросите, пожалуйста, гостей в студии, а кто сможет заменить этих воров и коррупционеров, которые сегодня находятся у власти? Никто. абсолютно все, я читаю комментарии, абсолютно все, которые придут потом к власти, они являются продуктом той же системы, я перевожу поэтому, простите, что отмедлено, они являются продуктом той же системы и являются частью каракатицы. Судьи, прокуроры, полиция, таможня и так далее. Поэтому народ понимает, что единственный выход из ситуации объединение с районами. Вот часть людей так считает. Кстати, мы об этом и говорим. Да, вот почему часть людей так считает и как можно их переубедить, надо ли их переубеждать или может ли появиться другой месседж, который станет сильнее, чем этот, мы говорим после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Господин Толберя, как бы вы ответили нашему телезрителю, который говорит о том, что в условиях, в которых мы находимся, единственный выход это объединение с Румынией. Ну, понятно, в Румынии сейчас происходят определенные процессы, которые импонируют многим гражданам. Некоторым кажется, что румынская элита будет хорошей заменой нашей. Но надо забывать, что в Румынии еще несколько лет назад была такая же ситуация, как и у нас. И тоже мало кто верил в то, что будут перемены. В Грузии, я не устаю об этом рассказывать, было настолько коррумпировано все, настолько было все, был параллельный мир вообще. На закон никто не смотрел. Все смотрели на воров в законе. Министр внутренних дел приезжал, и человек, занимающий безопасность, подтвердит, приезжал при Шеварнадзе в аэропорт и встречал воров в законе и в сопровождении машин отвозил куда надо. Все это поменялось. Появилась сила, у которой была достаточно политическая воля того, чтобы провести определенные реформы. И не только о Грузии, речи о Румынии. Я почему-то уверен в творческом потенциале, в смелости, в гражданственности молдавского народа. Да, сегодня нам кажется, что мы на краю пропасти. Но всегда движение вверх или в нужном направлении начинается тогда, когда кажется, что дальше уже падать некуда. Поэтому я сохраняю веру в то, что это государство будет, и оно постепенно будет превращаться в нормальное государство. И мы впишем свою лепту в историю человечества, как отдельное государство, как молдаване, как молдавская нация, гражданская молдавская нация, в которой всем есть место. Что касается того, что может получиться из вот этого нового лица унионизма, который мы наблюдали вчера, 16 мая. Я думаю, что мы не можем исключать и электоральных, избирательных задач, которые стоят перед этими людьми. Я думаю, что власть сегодня преследует не только цель продолжать воровать. Того, чтобы продолжать воровать, надо оставаться властью. Это совершенно очевидно, что власть это у нас единственный успешный бизнес. Так вот, если на местных выборах правящие партии теряют большинство в местных органах власти, в советах, в примариях, это совершенно четкий сигнал, что в следующих парламентских они просто будут разгромлены. Поэтому сейчас одна из задач это сохранить знаковые позиции. Одна из знаковых позиций это Кишинев. Столица это архиважно. И по всей вероятности у партии власти в первую очередь у ПД, Пеледеме и Пеле нет другого кандидата, кроме как Дорин Киртуак. Это очевидно. И поэтому под Дорина Киртуак сейчас будут использоваться ресурсы, потенциал, в том числе унионистский потенциал, который мы видели, вот мы говорили в перерыве, что Киртуак был там, поддержал этих людей, он наиболее близок идеологически к этим людям. И по всей вероятности идея технологов та, что если Киртуак и победит, это хорошо, то есть задача выполнения победить, то они выходят 5 июля и пытаются ответить. Я вообще не сторонник теории заговоров и вот таких прогнозов, но очень все похоже на то, что может 5 июля случиться что-либо, что поставит легитимность выборов под вопрос почему 5 июля? Потому что они сказали, что выходит второй тур 28 июня, ну немножко позловато. 28 июня еще и дата какая-то дата. Да. По поводу теории заговора Михаила Мюрберг, который пишет нам, видимо, из домашнего ареста на фейсбук, спрашивает вопрос гостям, не считаете ли вы, что западные спецслужбы, в частности США, пытаются сменить власть в стране руками унионистов на более послушную и менее продажную, по примеру, Грузия? Я не считаю так. Понятно, человек в такой ситуации, конечно, ему может присниться любой заговор и так далее, и так далее. Нет на Западе и в Америке таких планов по отношению к Республике Молдова. Есть алчная, коррумпированная власть, которая хочет удержаться. И я боюсь, что сегодня эти люди с такими призывами могут удержать эту власть. Вот, вы знаете, так случилось, что сегодня, вот после того, как они украли миллиард, люди уже не реагируют уже на другие воровства, которые происходят в стране, другие цифры. Да, мы не и же миллиардов мы не опускаемся. Порог боли очень высокой. Вот сегодня мне звонили из нескольких районов. Оказывается, у них в районах есть положительный сольд, или как это, сольд? Сальдо. Сальдо, да. Да, остаток с прошлого года в одном районе 12 миллионов лей, которые они сейчас будут раздавать в тех примариях, где они хотят выиграть выборы. 12 миллионов в одном районе, 12 миллионов лей. Это в каждом районе. Но так всегда было перед выборами, так всегда было, господин Макарин. К сожалению, ничего не поменялось во времен коммунистов. Вот даже вот такие вещи, которые они из ряда вон выходящих, мы уже о них не можем говорить. Ну вот, Зиарул Дегард сделали новое расследование о том, каким образом выигрываются все тендеры в Молтелекоме. Какие компании выигрывают все тендеры в Молтелекоме. Да, да. Приближенные компании одни и те же компании. Никого это уже не волнует и не возбуждает. Да, потому что вы своровали меня после этого. Поэтому я думаю... Еще один вопрос от телезрителей очень важный. Потому что эти мнения тоже есть и очень много людей пишут. Александр Ратса спрашивает. Тоже перевожу с русского. На фоне аннексии Крыма, войны в Донецке, в Луганске и присутствия российской армии в Приднестровье разве не опаснее различные протесты с российскими флагами и с пророссийскими лозунгами. Почему мы так много... Вопрос к гостям. Почему так много говорят об унионистских маршах и о том, что они представляют собой угрозу и совершенно не говорится о том, что пророссийские марши с георгийскими лентами тоже представляют угрозу. Вопрос от Александра Ратса. Потому что эти марши есть, а тех нет. Да, просто они... Я думаю, что... Прима тех, которые произошли. Тем, что протест был перенаправлен очень грамотно, технологично в унионистское русло, организаторы решили несколько проблем. Во-первых, они полностью отвлекли общественное мнение от украденного миллиарда. От миллиарда, от крола. От очень многих вещей, которые касались этого воровства и вообще многих других вещей, о которых вы даже говорили, которые творятся в других институтах и министерствах. Во-вторых, они дискредитировали или пытаются дискредитировать протестное движение, которое зарождается сейчас в Республике Молдова и пытаются этим не допустить русскоязычных на площадь. Я бы, может быть, не использовала слово дискредитация, я бы не называла, я бы не использовала слово дискредитация, наверное, потому что есть и такое протестное движение, есть и такое. Просто желание их... ответу, то есть этот гражданин должен знать, что 30 ноября Александр Рацци и другие, что 13 ноября Плохотнюк удержался у власти вместе с Филатом и коммунистами на этот раз. Удержались у власти из-за русской угрозы, российской угрозы. Да, об этом говорили со всех каналов, из всех телевизоров. Он хочет удержаться у власти за счет унионического движения. И просто ничего личного не имеет ни к России, ни к Румынии. Просто там политики нет. А как еще удержать этот миллиард? И это видно. Вот это видно. То есть когда надо антироссийские лозунги, когда надо антиунионистские. Конечно. В зависимости от градуса общества. Ему не хватало вот этого русского русской опасности. Дефицит русской опасности. Дефицит русской опасности, я говорил. Он разрешил Ренату Усатому вернуться в республики Молдова. С другой стороны надо других. И так можно воровать еще один миллиард. Еще один миллиард. Еще есть Турция в качестве козыря. Да. Потому что выходил 16 мая. Марс был в какую годовщину? В 203 годовщина подписания мирного договора между Османской и Российской империями. В итоге Бессарабия от Османской империи перешла к Российской империи. Поэтому только я ни одного турецкого флага не заметил. Тут фундаментально важно понять, что люди, которые сегодня находятся у власти, они не политики. То есть что такое политика? Политика некое действие во имя общего блага. Это не нами придуманное, это так оно есть. Это некое занятие, деятельность человеческая, которое возникло на определенном этапе развития человечества. Те, которые сегодня у нас у власти, они политикой не занимаются. Они занимаются манипуляциями, технологиями, схемами, захватом власти. За тем, что они делают, нет ни грамма морали. Что политика, чтобы не говорили наши домороченные пикейные жилеты, что в политике нет морали и так далее, она не может существовать без морали. Не морали. Что мораль это основа политики, потому что ты подвигнут определенными моральными принципами действовать во имя общности. Ты вообще-то получаешь мандат от этой общности. Абсолютно. У нас не политики, у нас совершенно другие люди. Поэтому нас не должно удивлять, что сегодня они используют возможность Майдана сажают безвинных людей держат полгода в тюрьме, завтра они будут использовать юнионистов, послезавтра они придумают еще что-либо против евреев что-нибудь задумывают. Это тоже очень популярно у некоторых политиков было на протяжении столетий. Понимаете, тут у нас еще этого не использовали. Но у Кишинева есть определенная репутация в этом смысле. И опыт. Конечно, повторится что-нибудь в этом роде. Поэтому мы не должны себе строить иллюзии. Что хочет эта власть? Остаться у власти, продолжать воровать. и она готова на любые подлости ради этого. К сожалению, вот у юнионисты и тут я разделяю ваше мнение, что люди имеют право верить во что угодно и мечтать о чем угодно. Это для многих из них мечта. Это не наказуемо. Это не наказуемо. Но юнионисты становятся орудием сегодня в руках тех сил, которые ну никак нельзя назвать эти силы силами, которые хотят добра этой стране, этому народу и так далее. Но эти люди понимают, что они инструмент массивный? Вот мы пытаемся сейчас это проанализировать. И чтобы они это понимали. Я думаю, что те люди, которые в это верят, они абсолютно не знают, показывают этот протест в этот момент публика или прайм или еще какой-то канал или покажут потом в новостях вечером. Они об этом не думают. Они мечтают. Они имеют полное право об этом не читать. То, как потом это будет использовано, это уже извините. А организаторы кто это делает? Понимают или нет? Я не знаю. Потому что в таком случае мы имеем ситуацию, когда есть общее протестное настроение в стране, что нормально для любого развивающегося общества, особенно такого. Это нормально. Но мы имеем ситуацию, когда очень много вопросов такого же типа есть, во всяком случае, много вопросов. Кто финансирует, кто организовывает. Первый, значит, митинг дриптатишадивер тоже не сенсирует там понятно до конца. И, соответственно, он здесь второй. А что там непонятно? Что там непонятно? Люди, я был на площади. А зачем нужны были деньги? Люди вышли на площади, их даже не интересовало. Там не было заметно организации. Я говорю, что существует параллельно два протестных настроения. Вот сейчас, на данный момент. Они очень подозрительно, вот оба, вырисовываются как раз вот именно, почему я и сказал в свое время, где они были 4 года. Не потому, что ничего не делали. Почему сейчас, когда идет пик противостояния определенного, вот только их сейчас не хваталось. Почему я говорю непонятными заявками. что ты не решишь, ты 5 июля проблемы пенсии, власти, демократии в Молдавии. Не решишь. И вопрос, который правильно назывался сегодня Владимир, если говорить о перспективе, о референдуме, тактически, вот именно сейчас вам эта истерика нужна. И кто вводит людей в заблуждение, что через обеднение в Румынии можно решить вопрос пенсии или зарплаты в Молдавии. Но это ровно такой же лозунг. Секундочку. Это ровно такой же лозунг, господин Асталеб. Как? Если мы вступим в таможенный союз, вам будет рай. Или если вот завтра мы станем частью Евросоюза, вдруг мы заживем красивее. Наташа, тут есть принципиальная разница. Это тоже самое. Нет. Мы вступаем в таможенный союз или вступаем в Европейский союз, мы сохраняем свою государственность. Понимаете, тут есть фундаментальная разница. Но един важный момент. Мы объединяемся, все. Наталья, вы присоединяете, то есть, если я вас правильно услышал, для вас лозунги унионизма ровно в той же корзине, что и пустые обещания этих популистов политика. Я правильно вас понял? Нет, просто это простое решение. Когда тебе не о чем говорить и не о чем предложить, ты предлагаешь простые решения. Потому что выйти к людям и сказать им для того, чтобы, к примеру, объединиться с Румынией, нужно собрать не знаю сколько тысячи подписей. Надо убедить парламентариям группу парламентариев внести эту инициативу, чтобы был организован референдум. Надо убедить сенаторов и парламентариев в Румынии, чтобы они то же самое провели у себя. Возможно, этот процесс продлится 5 лет, 10 лет и потом мы организуем референдум. Мы у себя, они у себя и в результате, если большинство и там и тут проголосует за, мы станем. Но ведь это же сложно продавать. Это сложно продавать. который это все понимает и делает. Вы согласны? Поменять повестку дня. Вот даже наша сегодняшняя передача... Вот вопрос от телезрителя Андрея Черепита. Здравствуйте. Сколько можно по теме, о которой вы сегодня говорите, где миллиард? Вот. Даже телезритель спрашивает. А в этом и сущность. Потому что Плохотнюк сегодня меняет повестку дня. И когда... Вы знаете, вот в чем разница между нами всеми и Плохотнюком. Потому что для некоторых это государство фетиш. И эти люди готовы поклоняться этому фетишу. Для некоторых это государство не существует, а для Плохотнюка это государство. это инструмент выкачивания денег и обнищения всех этих. Вот вся логика. Мы поэтому и говорим... Вот этот человек ответил на вопросы, которые мы сегодня поднимали. Смена поиска дня. Мы не говорим о миллиарде, говорим... Хорошо, что ты в конце передачи его протестировал, а то бы нам не о чем было говорить. Александр, о миллиарде, кроли, о том, о решении апелляционной палаты, кстати, по шору сегодня. Вот если мы немножко сменим и повестку дня. Кстати, вы заметили, что сегодня появился директор банка деканомен... Президент банка деканомен... А знаете вы, где он был? Где? Он был в Москве. Он даже на похоронах своего отца не пришел. Похоронил отца Бырка, похоронил Шор. А сегодня появился Бырка и сдался, а никто не говорит об этом. То есть, это технология. Все говорят о том, что сегодня арестовали президента банка, банка деканомен... А его не было. Он торговался с ними в Москве. Он сидел в Москве и торговался насчет каких-то документов, которые он выслал за границу в Америку. И все знали, что эти документы нет в Молдове. Он отсиживался в Москве. А сегодня все каналы Плохотнюка передают, что Бырка в руках властей Молдовы. То есть, они решили, что сидеть будет Бырка, его дождаться будет дома Шор, а все эти... Причем Бырка в СИЗО. А Бырка в СИЗО, а с какой стати Бырка приехал в Молдову и сдался в Астам? И они даже об этом не говорили. Вы понимаете, в какой мы ситуации оказались. В его руках все эти телевидения, когда он кого-то арестует, все эти телевидения это все снимают и показывают это шоу всем людям и так далее. Но... Кроме... Но... Есть... Но мы с вами констатировали, что есть. Некоторые совсем не показывают. Есть протест. Есть протест и этот протест никто не остановит. Даже эти игры никто не остановит. Я видел людей 3 мая и я призываю, если можно публично призывать лидеров общественного движения собрать людей на следующий митинг. Придут много людей и этот протест сверных... В некотором смысле моральное право за платформу Деменитати Шадивер. Поскольку они два раза собрали людей и, наверное, инициатива должна исходить от них. В пользу того, что действительно создается такая параллельная повестка дня и тот факт, что когда выслали Симеона, Габурич вызвал экстренное вызвал силовиков и начал спрашивать, что это вы его выслали после ноты из Румыки. Так это в сценарии было написано. Да, но это не случилось когда-то с миллиардом. Нет, ну и другой сценарий. Другой сценарий был. Сценарий был. Это арестуют, Габурич на второй день собирает, все это показывают, а по сценарию так было. Написанное в гостинице Нобел. Хорошо, она параллельно мы видим, что в правосудии происходит совершенно дикие вещи. Шор опять остается под домашним арестом. вот история с бытка, да? Не бытка. Бырка, верил бытка. Я в первый раз слышал, я знал, что его нету, что он бумаги пересылал. На похоже, 15 человек не было. Михаил Амерберг пишет, что, кстати, Шора оставили дома те же самые судьи, которые его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО 19 февраля без каких-либо нарушений. Те же самые прокуроры требовали оставить Амерберга, Григорчука, Цеповича, Мурару в заключении и судьи слушали прокуроров. Сейчас те же самые прокуроры просят в изолятор перевести. Шора нет, судей уже прокуроры не служили. А вы представляете, как они уговаривали Шора, чтобы он согласился сидеть хотя бы несколько дней в тюрьме. И Шор не согласился. Вы думаете, им легко плохотнику и филату? Они же уговаривали Шора, ну, надо, для дела, посиди немножко. Для пиара. Да, для пиара, чтобы людей успокоить. Сиди, посиди. Хорошо. Но они лог, потому что Дворогеви захотел его примарим. Совсем коротко. Осталось времени по 10 секунд. Чем все это, ну, наверное, рано спрашивать, чем все это закончится. Как это все продолжится, госпожа Жен-Туан? Ну, я думаю, что в самом деле первый факт, что протестное движение в Молдове все-таки есть и оно набирает обороты. Я думаю, я думаю, оно очень смело, я думаю, надолго заняло площади Кишинева. Я думаю, что это может быть и в других городах Республики Молдова. И единственное, то, что этот протест может увенчаться успехом для этих благих целей, которые стоят перед собой протестанты, это то, чтобы на этой площадке появились и русскоязычные граждане Республики Молдова. Я боюсь, что мы серьезно недооцениваем потенциал противостояния и участников в этой игре. На мой взгляд, все намного чуть серьезнее, чем мы разговариваем. Господин Макану. Ветер подул, перемен. Нам надо сегодня не дать Плохотнюку и Филату, чтобы они украли у нас паруса. То есть они сейчас крадут у нас паруса. Ветер подул, нам надо выйти на площадь, нам надо собраться со всем миром, объединиться всем, пропридержать наши эмоции насчет наших идеалов и геополитики и свергнуть эту преступную власть. Господин Толгоря. В Молдове сейчас царит абсурд и безумие на уровне власти. Такой альтернативы, как объединение, нету сегодня на практике, не существует. Чтобы не говорили лидеры движения. У нас одна возможность проявить свою гражданственность, свою ответственность перед стороной, перед семьями и протестовать под флагами платформы либо под другими флагами. Но сегодня наша судьба в наших руках. Мы должны участвовать в этом. И только так мы сможем поменять жизнь к лучшему здесь. И ты, Володя, пожалуйста. Будет интересно посмотреть, чем закончатся местные выборы и как изменится политическая окраска Молдовы, как выступят левые на этом фланге. А от платформы да, я пока после 3 мая инициатив никаких не вижу. И поэтому мне непонятно, было ли действительно, существуют ли два отдельных протеста. Один искренний, честный порыв, который был 3 мая, а я там был на площади и видел, мне казалось, это так и было. И второй уже, как тут все приходят к выводу, что он некий срежиссированный, но не надо забывать, что эти люди, что унионисты, они всегда были пассионарными, они всегда легко собирались, выходили и мобилизовывались. Вот куда это выведет в конечном итоге, будем смотреть, наблюдать. Спасибо большое, а я безумно рада, что так называемый закон о борьбе с пропагандой в его первой версии еще не был принят, потому что если бы он уже вступил в силу, нас бы всех сегодня, по сегодняшней программе привлекли по статье попытки борьбы с конституционным строем и так далее, был там такой пункт. Поэтому пока у нас эта свобода есть, будем говорить. Увидимся завтра. или выключайте телевизор, вообще не смотрите телевизор, не читайте советских газет. Завтра увидимся в 21.00. Кто? Субтитры подогнал «Симон» С десерт-кап от твоего дня